Начинаем наше забрание, посвященное окончанию сбора подписей в поддержку предложения о высадке предателей с нашей Родины. Значит, к нами были собраны 312 827 подписей. Из них, в связи с разного рода ошибками, кто дату не поставил, кто неправильно написал фамилию, кто там инициалы поставил. Ну, в общем, вот такими техническими подробностями. 105 380 подписей осталось. Собирали хорошо, активно. Даже те, кто неплохо собрал, они собрали это не с позлой, так сказать, умыслу, а в связи с тем, что неправильно понял, может быть, может еще. Но все старались, молодцы. Значит, 105 380 подписей, вот они стоят, наша, так сказать, деятельность стоит. Сегодня мы их отправим в Государственную Думу. Государственная Дума должна будет внести предложение в Совет Федерации, Верховный Суд о том, чтобы в Уголовный Кодекс внесли дополнение. В связи с тем, что лица, совершившие тяжкие преступления против государства, должны после отбытия наказания лишаться гражданства РФ и высылаться за пределы нашей Родины. Это самые первые, кто на это, видимо, попал. Это Космаров, Навальный, Дмитрохин, Немцов, Удальцов, Касьянов и прочие. Слово предоставляется руководителю нашей организации Марату Саликовичу Динаеву. Дорогие друзья, наступил тот радостный день, когда мы ушли с улиц вот с этими подписными листами. Мучения ваши закончились, неприятности тоже. Но у Навального, Немцова, Митрохина, Касьянова, Пономарева, Каспарова и Удальцова они только начинаются. И у той плеяды доблестной оппозиционеров-белоленточников, которые предают нашу страну в угоду интересам Запада. Вот сейчас как раз все для них только начинается. Ваши мучения закончились, для них это. Мы выбрали для них более легкий путь, чем сидеть в сибирских лагерях. Они должны просто уехать на Запад, к которому они так себя очень сильно с ним позиционируют. Они должны ехать ровно туда, где им нравится жить. Так они возвращаются. Не вернутся. Каспаров уже не возвращается. Каспаров не возвращенец. Поэтому наше предложение, предложение нашей организации абсолютно гуманистическое. Гуманность наше второе имя. Надо людей не сажать, а за измену родине отправлять. Пускай радуются, что мы просим их уехать в американские города, а не в Южный Судан и Южный Йемен, которое тоже является государством. Не знаю, конечно, кто их будет принимать. Это тоже такое длительное, так скажем. Что скажет на это Госдума пока тоже. Не знаем, но волеизъявление 105 тысяч краснодарцев. Вот оно здесь. И с этим нужно будет что-то делать. Надеемся на то, что в Госдуме к этому не только серьезно, понятно, что они к этому отнесутся, но и с гражданских позиций подойдут. Для того, чтобы этот вопрос надо решать. Сирийские события нам показали, как легко можно перевернуть хрупкий мир в стране. Нам здесь внутри России Сирия не нужна. Поэтому вот эта вот пятая колонна должна ехать к своим хозяевам, как мне кажется. Поэтому я думаю, сегодня день действительно хороший, и мы это все отправляем в Государственную Думу. Каждый, кто из вас захочет увидеть, может потрогать плоды, так сказать, своего труда. Единственное, что могу сказать. Дай Бог, чтобы в России все так дрались с внутренними, так сказать, сторонниками западного пути развития. Россия, это самобытная страна, у нее свой собственный путь. И мы не должны и не обязаны быть похожи на кого бы то ни было. Внутри демократично у нас, все живут свободно, деньжат бы побольше, да, еще, чтобы нормальнее было. Но, как сами видите, в Румынии опять Соединенные Штаты Америки создают новые базы у нас в мягком подбрюшке, аэродромы и так далее. Против кого это направлено? Всегда против нас. И здесь сидят их вставленники. Вот здесь, кстати, не хватает еще несколько фамилий. Как этой девочке Ширикова? Вот тут прям напрашивается, понимаете, которая была простой девочкой-экологом. И уже, так сказать, я думаю, кое-что в Соединенных Штатах у нее уже есть. Видите, как удобно защищать Государственный департамент США внутри нашей страны. Что делать? Наши тут тоже стараются, которых мы не добили, скажем так, тоже стараются. Они сейчас превращаются демократы в этих националистов, которые ловят мифических таджиков. У них всегда лишь бы, лишь бы, лишь бы раскачать ситуацию. Так вот, мы своими силами давайте не дадим никому ничего раскачивать. А эти ребята пускай отправляются в свое любимое Чикаго. Спасибо за внимание. Секундочку. За Навального. Спасибо за внимание.